Сегодня представители администрации города Кирова проверили работу торговых павильонов в Первомайском районе. Напомним, что в марте администрация областного центра утвердила правила и порядок размещения нестационарных торговых объектов. И часть торговых точек прекратила свою деятельность. Какие нарушения были выявлены сегодня в нашем репортаже? Изначально, когда формировалась схема, в нее не были включены те киоски, по которым есть судебное решение об освобождении земельного участка. По предложению уполномоченного по защите прав предпринимателей, в схему были внесены все фактически размещенные торговые объекты. Регулярно сотрудники администрации города и теруправлений проводят рейды, которые позволяют выяснить, как выполняется предпринимателями предписание утвержденной схемы размещения НТО. Первый объект для проверки на перекрестке улиц Молодой Гвардии и Карла Маркса. Вот сейчас мы находимся у местационарного объекта, который находится в центре города. По моим данным, он не работает уже больше года. Но предприниматели не делают никаких шагов для того, чтобы убрать этот объект. Вы понимаете, это довольно приличные бюджетные затраты на демонтаж. Хотя это обязанность предпринимателей? Это обязанность предпринимателей. На улице Милицейской в районе Центрального рынка также находятся торговые павильоны, которые не работают уже длительное время. В некоторых до сих пор ведется бурная торговая деятельность, хотя за аренду земельного участка предпринимателей не заплатили ни рубля. Есть правовые вопросы, которые мы сейчас решаем. Как только они будут решены, вопрос будет по крепким финансам, и мы сразу же произведем демонтаж. Но, как из практики, получается, что по данному веку это не заставит долго ждать. Поэтому в ближайшее время, в ближайшее время это не день-два, это несколько дней, да, месяц-два. В конце ноября, начале декабря заканчивается отсрочка, которую администрация города дала владельцам торговых павильонов. Те объекты, которые исключены из схемы размещения НТО, будут отключены от электроснабжения и демонтированы. Михаил Кунышев, Сергей Щекин, Вести, Кировская область.